И очередной митинг. Организаторы на этот раз вкладчики одного из банков. Люди вложили миллионы, но рискуют остаться ни с чем. Почему и есть ли надежда на лучшее, выясняла Кристина Соснина. Они объединились в единый хор обманутых вкладчиках. Светлана Ивановна одна из солистов. Пенсионерка продала родительский дом, сделала вклад, но когда хотела снять деньги, в банке напели вложиться векселя. Как снимать? У нас же вот новый продукт, вексель. Я говорю, а что за вексель? Ну это вот от нашей компании, дочерняя компания. Мы организовали векселя. Там процент больше. Вот здесь вот 6%, а тут 8%. Пожалуйста, вы что, это все гарантировано? Я говорю, застрахованно? Да, застрахованно. Этот вклад будет? А она сказала, что этот вклад будет застрахован. Но они просто вот обманывали. Покупала вексель в бурятском отделении банка. Позже оказалась продукт финансово-торговой компании. Она находится в Москве. АТБ якобы лишь продавец, а значит посредник и не несет никаких финансовых обязательств. С 2012 по 2015 годы ФДК выпустил вексели примерно на 6 миллиардов рублей. Распродали большую часть. Но за неимением денежных поступлений расплачиваться с клиентами компания могла только за счет выпуска новых. И так из раза в раз. По этой схеме векселя приобрели 3000 россиян. Из них 60 улан-уденцев. Сергей, как постоянный вип-клиент банка, обслуживается 12 лет. Но и он купился на сладкие речи. Позади 10 судебных заседаний. Без результата. На 11-м представители Фемиды засомневались. И вот у нас появились эти новые доказательства. И судья заинтересовалась. Вот на 11-м суде они перенесли суд на октябрь месяц. И здесь уже дело принципа идет. Мы их не украли эти деньги. Понимаете, мы их заработали. Не доедал, не досыпал, пил только чай. Тогда получается, что это очень жалко терять и не хочется. И в то же время кто-то жаровать на это. В Центробанке готовы выплатить людям деньги. Но только по решению суда. Между тем в АТБ делают вид, что протест не заметили. Банк работает стабильно. Мы работаем под контролем Центрального банка. Все свои обязательства перед клиентами нашими мы выполняем в полном объеме. И физическими лицами, и юридическими. То есть работа в банке, она нормальная. А те, что на улице, это не ваши клиенты получили? Я на улице не была. У меня рабочий процесс. От такого рабочего процесса у одной из участниц митинга сдали нервы и подскочило давление. Потери жителей Улан-Удэ почти 100 миллионов рублей.